Добрый день YouTube и его обитатели. Сегодня вот решил спросить для вот этого чудесного ножика темлячок. Только темлячок будет не для ножика, а для вот этого чехольчика из кайдекса. На ножик мы откладываем пока. Что касается чехольчика, что я хочу сделать. Некоторые любят носить вот люди на шее ножи, верх ногами. То есть темлячок вокруг головы и раз и свесил, и он себе аккуратненько висит. Как бы хочу что-то похожее сделать, но сделать не просто как бы веревку привязать, а висить что-то красивое. Для этого нам нужно метр паракорда черного. Почему черный? Мне кажется черный с оранжевым очень красиво сочетается. Зажигалку, такую вот застежечку-стопор, чтобы можно было регулировать в дальнейшем высоту подвязанной. И вот такие вот две бусинки. Две бусинки будут служить для конечного украшения уже в конце. Будут очень хорошо сочетаться с вот этим вот посолоченным черемком. Немножко ярче, чем бусинки. Все равно, я думаю, будет красиво. Так, это мы ставим сюда. Берем чехольчик и начинаем плести. Для этого заводим один конец, заводим другой конец. Вот так получается у нас. Продеваем. Вот так вот. Таким вот образом продеваем. Он у нас когда будет висеть, он висит у нас ровно получается. Если бы просто в дырки вставили, то он бы висел криво. Вот так вот у нас аккуратненько, такой вот ровненько. Такой вот подвяз. Это начало, да? И начинаем плести. Сейчас попробуем как-то показать узел. Как-то Крис Рив называет, я называю трелисник обычный. Очень удобный узелок. Вот так вот делаем, закладываем, да? Этот конец продеваем под всем этим делом и ложим сверху на этот конец. Вот этот заводим сюда. И вот у нас получается трелисник. Все очень просто. Мы его как-бы подтягиваем, подтягиваем, подтягиваем немножко так, да, чтобы он подсамлик был. Вот этот вот как-бы затянулся под самый узелок. И все, затянули. Вот у нас получился трелисничек красивый. Сейчас еще мы его подтянем немножко. Все. Все очень просто и красиво. Смотри, как красиво получается. То есть не просто подвяз веревка, да, телепается на шее, а вот такой красивый. Вот так вот. И оно красиво, ровненько будет. Вот так вот оно выглядит. Идем дальше. Сейчас оно еще не так красиво смотрится, когда этих узелков будет несколько. Опять берем, затягиваем этот конец под эти два и наверх этот конец вот сюда вот. Опять получился у нас трелисник. И мы его подтягиваем, 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 подтягиваем. Вот у нас еще один узелок получился. Получается как-бы тот же самый темляк, но мы его до конца присынем. Можно так сплести весь, будет очень красиво, как темляк. В данном случае хочу, чтобы все-таки на шее была петельничка, чтобы можно было повесить как-бы поверх головы. Вот уже вот так получается. По-моему, красиво очень. Да, все-таки не зря я выбрал черный цвет. Черный цвет очень хорошо сочетается с оранжевым. И с красным тоже. У меня есть браслет из паракода. С красным цветом как-бы. Тоже очень, очень хорошо. Пока я буду плести, хочу... Сегодня у нас четверг, да? Сегодня у нас второе число. Второе и десятое. Хочу вам проанонсировать, сделать небольшой новом конкурса, который начнется завтра в 6 часов вечера. Условия все будут завтра. Завтра будет 6 часов вечера. Выложено будет видео. В конкурсе будут участвовать только мои подписчики. Конкурс будет очень интересный. Будет солидный приз. Поэтому как-бы подписывайтесь. Приглашайте своих друзей. Потому что даже два приза будет. Один приз такой, как-бы очень дорогой. А второй такой, вдовесок будет. Но тоже очень приятненький. Тоже очень приятненький. И так вот смотрите, как красиво получается. То есть не просто как-бы веревочка вокруг шеи, да? А вот такой вот красивый. Ну вот как оно будет вот так вот висеть. Если на шее, да? То есть вот так вот ножик будет. Вот так вот ножик. И вот так вот оно будет висеть. Вот так вот. По-моему очень красиво. Так. Сейчас я сплету еще один узелок. Так уж совсем красиво было, да? И будем дальше замучивать этот красивый темлячок для чехла. Это так. Это так. Я уже быстрее. Вы уже, наверное, научились. Поняли, как это делается. Вот лисичи крыс. Затягиваем. Все. Красота. Красота. О. Все. Никуда он теперь не денется. Вот даже когда растягиваешь. Смотрите, как красиво. Узлы как... Как орлы прямо. О. Он с ногами еще красивее. Вот он как ровненько, аккуратненько, классно. Вот. Пожалуйста. Теперь. Я хочу продеть сюда стопор, да? Вот этот вот. Сейчас попробуем, чтобы можно было менять, действительно, как бы высоту. Потому что, когда я, допустим, буду в теннисе, у меня будет одна высота. Когда я буду, например, в рубашке или в зимней куртке, может быть, у меня будет другая, там воротник будет мешать и так далее. Соответственно, нужно будет сделать немножко больше петрулиния, немножко меньше. Поэтому, как бы, я решил все-таки вставить. Я думал его не вставлять, потом решил вставить. Ну, такое. Это личное дело каждому. Ну, чехольчик должен получиться, вернее, темлячок очень удобный. Так. Сейчас мы это дело все, чтобы не рассадалось, у нас вставим. Вот. Одну вставили. Ну, теперь вставляем вторую. Вторую. В принципе, можно было зафиксировать на шее при помощи вот из этого стопора, но я все-таки на всякий случай сделаю еще узелочек, чтобы все-таки было понадежнее. Хочется этот нож потерять, потому что я такой нож больше не куплю. Этот нож существует в одном экземпляре. Такие вот ребята дела. Так. Сейчас. Чего-то не хочет проходить. О! Прошел. Отлично. Так. Сейчас я их выровнял, да? Сейчас я померю себе на шее, как он будет у меня. Так. Вот так вот. Ну, отлично. Как раз вот мне то, что надо. Можно выше, можно меньше, можно прямо на шее его затянуть, если хотите, чтобы он держался вообще уже, бегая с ним хотите. Теперь, что мы делаем. Теперь мы это дело пока опускаем вот сюда, да? Опять уравняем узелки. Вот. Сейчас у нас вроде будет ровно, да? Получился подвес такой вот. Теперь. Здесь, на кончике, я хочу сделать на самом-самом кончике. Вот такой же самый как бы узелок, да? Вот такой же самый трелистничек. Так. Угу. Только на самом кончике, как получится, еще не знаю. Я еще так не пробовал. Вот интересно мне. Ай, кончики короткие неудобно, но ничего. Так. Сейчас мы его на самом-самом-самом-самом. О! Ну. Вроде бы как ровно получилось. Вот так вот. Теперь оно будет все выглядеть, да? Вот так вот. Этот как бы ездит вперед-назал. Тут можно менять себе высоту. Здесь так идет. Ну, допустим, вот так вот оно будет, да? И на кончике узелок. То есть вот этот стопол упирается вот в этот вот узелок. Сейчас я попробую сделать что-то конем. И сделать еще один узел. Хотя, в принципе, этот тоже нормально. Как бы держится. Но все-таки, когда их два, то их два. Вот так вот. Вот так вот. У меня уже, конечно, не хватит. Не хватит. У меня кончик. Да. Тут я уже его не завяжу. Ну, ничего страшного. Я думаю, что будет все окей. Теперь. Берем две бусинки, да? Просто для красоты. Вот одну мы вставляем. И просто ее запаливаем. Вот так вот. Запаливаем. Заплавляем. Вот так вот. Хоп. Бедные мои зажигалки все испорчены. Мне ничего страшного. Все. Никуда эта бусинка уже не денется. Вот она так вот запаяна красиво. И здесь тоже самое делаем. Здесь тоже самое подлавляем. Так. Я довожу до горения, чтобы она как бы получше. Потому что здесь надо много мне. Тоже самое кончики. Так. Здесь он как-то плохо. Сейчас мы еще раз его заплавим. Так, чтобы он крепком получилось. О! Все. Ну, теперь все. Вот так вот мы заплавили два кончика красиво. Аккуратненько. И вот такой вот у нас получился подвяз. Красивый. Ну, с ножем это вообще будет смотреться бомба. То есть, вот у нас ножик. Вот так получается. Здесь оранжевый с красным, да? Вот так вот здесь у нас такой. Получился у нас такой супер модный подвяз. Вот так вот еще сделаем красиво. Все. Пока-пока. Не забывайте. Завтра начинается конкурс. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok